День на Домске 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 На берегозащитное укрепление, для того, чтобы остановить оползни, выигрывает компания, которая, судя по всему, банкрот. Каким образом получилось так, что «Мостбуд» выиграл этот тендер? Какие еще компании принимали участие? И как их допустили к осуществлению работ, даже на первую долю этих денег, 65 миллионов, когда у них нет собственного бюджета? — Приезжали французы. Благодаря жителям Черноморска, сами люди уже стали все геологами и береговы крепителями, и кем угодно. Начали выходить, нашли французскую фирму. Приехали представители, зашли к мэру Мельнюку. Предложили стопроцентный вариант, показали свою историю. У людей действительно есть история по береговы крепления, шикарная. Говорят, у вас не будет никаких проблем и за меньшую сумму. Ведь вы понимаете, что 8 лет назад весь этот проект берегов крепления «Остановить оползень» стоил до 40 миллионов. 33 с чем-то копейками миллионов. Сегодня даже эти 150 миллионов, допустим, мы их возьмем. Дай бог, чтобы мы их взяли, потому что вся страна пустая в бюджетном видеополе. Я был на райсовете, там вообще уже зарплаты скоро бюджетникам перестанут выплачивать. Полностью ноль, везде под ноль в стране пошло. И пенсии, вы слышали, задержка была. Потому что здесь ситуация такая, он французам показал вот так. Вот поверьте мне, как Кодоргруппу, строительная компания, кому угодно. У нас в городе ни застройщик, ни один подрядчик, никакой бы он не был вот такой, который там на него только, будем говорить, ни одного нарекания нет. Он не зайдет, если мэр не скажет, не даст добро. Какое условие поставил мэр французской компании? Ну это останется за кулисами, они не начали распространяться. Но я вам говорю другое. Окей, договорил, мэр договорился с компанией Мосбуд. Так, ну, конечно. Ну, тогда еще на то время с депутатом Продиусом партии регионов. Ну, у вас доказательств нет, это просто предположение. Ну, это его компания, вы можете посмотреть, чай это компания. Нет, нет, а о договоренности мэра с бывшим депутатом регионального. Там была фирма Монолит в начале. Она должна, изначально была, она оплатила проект. Это более 15 миллионов там ушло на этот отрезок. И фирма Монолит, в принципе, должна была это и делать. Это, в принципе, и аренда земли всей, которая упала, чтобы вы знали, только официальная убытка, которую надо было показать для чрезвычайной ситуации. Там уже насчитали документально более 200 миллионов. Уже убытка нанесена в упал земли. Ну, вы понимаете, что я говорю. Это не считая домов, это самих территорий земельных. Так, в общем говоря, депутатов местного Черноморского совета не смущало, что приступает к выполнению своих работ компания, у которой есть, ну, к которой есть большие вопросы. Но сначала. Каким образом? Вы давали этот подряд на то время и в ручки поднимали всегда у нас на то время 90% партии регионов было в том Созове, да? Эти ребятки понимают, что этот человек пришел не просто с улицы или еще откуда. Если он выдавил фирму «Монолит», которая тоже принадлежала Хмельнюку, его дочке. Ну, как выдавил? Не выдавил, а, значит, кто-то позвонил с Киева на то время. Очень серьезный, может, уровень, там, стоматолог, Саша. Я не знаю на то время, кто звонил. И дали человеку подряд. Потому что фирма «Монолит» — это конкретно фирма Валерия Яковлевича. То есть человек отдал свой подряд, отдал Мастабуду. Тут еще вопрос, каким образом кто тогда повлиял. Но уже когда Янукович сбежал, можно было действительно пересмотреть с французами этот объект. И действительно, я уверен, более чем 1000% не пришлось бы засыпать старые сваи, на которые многие средства бюджетные ушли, и делать вдоль новые, понимаете? Которые, опять же, если вы слышите улица тенистая, деформировать с людей ворота, значит, дальше пойдет за тенистой и Приморская, уже третья там линия, которая не сползла еще. Потому что у нас на самом деле ситуация очень темная. Знает у нас один человек, когда депутатов устраивает. И депутатов ничего не устраивает. Депутат не имеет права интересоваться сметами. Вопрос идет, в депутатском статусе есть статья, которую вы не имеете права залазить в сметы, в бюджеты, в пятое, десятое. И я выигрываю суды, что мне не отвечают. Ну, платит ГУЖКХ, допустим, 750 гривен. — Официальная позиция МОСТа Будда — компания, которая, очевидно, прекращает работу своей. — Ну, конечно. Она действительно прекращает. Она действительно прекращает, потому что сегодня уже, как вы понимаете, продиус не тот продиус, партия региона не та партия региона. Поэтому в Лерии Яковлевиче есть более интересные подряды. Там закатать дорогу по второму разу какую-то красивую. Там может где-то в Александровке поработать, в Малой долине, в селах, где там его же фирмы, его подряды. — То есть, связаться и получить все-таки официальные крупные документы? — Да, с Крупом. Мы общались с Юрием Юрьевичем. У него действительно этот объект был уже более года. Он действительно как бы сыграл большую роль, что выделили 90 миллионов с резервного фонда. Ну, выделили на словах, как оказалось потом. Потом их не оказалось. Резервный фонд пустой, разобрали. Ну, как у нас бывает в стране, да. То есть, в это есть где-то номинально. — Тогда еще раз, а Юрий Круп каким боком? — Юрий Круп повлиял. Он считался, будем таки говорить, действительно человеком, у которого будет полномочия осуществлять проект берегоукрепления. При крайней мере, ему обещал это городской голова Хмельнюк. В один прекрасный момент они зашли в тупик. Почему? Потому что земельные вопросы и строительство остается за непосредственно замом мэра Быченко. Зам мэра Быченко — это давний соратник Валерия Ключев-Хмельнюка. Но то, что касательно инвестиций, финансов, как бы за кругом. Потому люди, понятно, что не сработались. У круга не было всего, будем таки говорить, в руках всех полномочий. Потому там пошли терки. Терки дошли до того, что объекты, мост и берегоукрепления просто перестали финансироваться. Даже с того же местного бюджета. То есть, мы выделяем на солнечные батареи до миллиона гривен. Так уже 65 миллионов выделили. Куда еще? Ну вот услышьте меня. То есть, сегодняшний день не было. Вот у нас контроль осуществляет за проектом. Это в УКСе работает пару бабушек. Это отдел капитального строительства. Которые, ну как женщины в возрасте, они тоже особо там, как они проконтролируют мост обоуд. И Кузнецо за 80 лет. Старый дедушка, который, когда его туда за уши тащишь на этот объект, он сам в шоке, что там творится. Потому что, ну, редко бывает. Вот мы, полномочия депутата, да, я даже туда не могу вытащить контролера, который должен обеспечить контроль за этим проектом. Трещит. Ползет свайный ряд. Никто не контролирует, какой бетон, сколько его, какие обсадные трубы. Почему покупают эти трубы не у этой фирмы, а у другой. Почему делают паузы, когда были даже деньги. Не покупали стендера, а ждали, пока там им с откатом какие-то трубы дадут. Потому, услышьте, здесь ситуация такова, что не осуществляется контроль. Может, если бы, услышьте, был бы такой человек, которому бы действительно была команда, жестко, по проекту, действовать, мгновенно давали бы деньги, которые действительно за них надо отвечать. Но ответ, вот с кого сейчас спросить? Следующий подрядчик, учитывая, что с этого подрядчика мы уже не спросим, да, он все отрешел. Не зарыли старые сваи, ну, можно рыть экспертизу. Следующий подрядчик, ваш прогноз, кто это может быть? Возможно, есть какие-то компании, которые уже претендуют на эту роль. Ну, смотрите, допустим, сегодня с Хмельнюком может работать только Хмельнюка команда. Хмельнюка строительная компания. У него, вы знаете, у него был монолит, укорожил строй, строй тех снабом он рассорился, там они обанкротили. Дом не достроился. Потому я даю 100%, что если даже зайдет новый застройщик, то этот будет подрядчик. Но он может не зайти, то есть вы представляете, что он просто работает? Если человек сказал, пока не будет с Киева деньги, с бюджетом, мы ни копейки туда не дадим. Ну, если человек сказал, может он передумает, еще переспит, когда там упадет, я не знаю, парковая улица или еще какая-то. Но на данный момент конкретно сказано четко мэром всем, что эти проекты, гимназия, мост и непосредственно берегоукрепления, самые архиважные, которые я еще раз утверждаю, на эти проекты деньги с бюджета не пойдут городского. Область или резерв. Но для того, чтобы резерв убивать, человек тоже должен, он в возрасте тоже еще болеет, он должен жить в Киеве и не вернуться сюда с Киева, пока сюда не перейдут деньги. И пока здесь не проведлятся работы. А не просто свернуть технику, увезти и сказать, мне это не интересует. Ну, вернемся еще к этой теме обязательно. Спасибо вам большое, Василий Бугачук, депутат Черноморского городского совета. Прерываемся на новости, позже вернемся и продолжим. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова